МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Мариинский посад сегодня превратился в большую праздничную площадку В городе открыли сразу несколько социальных объектов автостанцию и сельскохозяйственную ярмарку Сегодня же морпосадцы рукоплескали бронзовые императрицы Автовокзалы – своеобразное портфолио любого города Пороги этих зданий гости переступают раньше, чем открывают двери местных музеев Первое мнение о районе и его жителях у многих складывается именно здесь Морпосадская гавань для автобусов теперь тоже заметно преобразилась Вместо будки возвели современный центр Для муниципального образования Морпосадского района и для жителей других муниципальных образований И для гостей, которые будут сюда приезжать, уезжать, это очень значимо Потому что создаются прекрасные, комфортные условия Где построить автостанцию, инвесторы и власти решали долго Поначалу предлагали не менять прописку, тогда бы новое здание возвели в исторической части Но многие проголосовали за окраину Неподалеку отсюда расположен частный сектор, рукой подать и до спортивного комплекса Все эти здания находятся там в центре, надо дополнительно ехать, платить С этой стороны плохо, с другой стороны красиво, удобно У нас туалет был больше, чем вокзал Поэтому сегодня вот это все, что есть, это заслуга вот этих замечательных дружинников от Морпосадских Спасибо за добрые слова, что на самом деле это отмечают Пока помещения автовокзала украшены только фотостендами Но уже скоро в этих залах появятся буфеты, салоны красоты и даже гостиница Для удобства пассажиров обещают создать все условия А в будущем с этих перронов автобусы будут выезжать и в Москву Гостями постоянными в Моринском посаде станут владельцы личных подсобных хозяйств В городе сегодня открылась новая ярмарка И уже в первый день развернулась бойкая торговля Ярмарка до этого не работала, да? Ярмарка не работала до этого, сегодня у нас открытие Первое открытие, на Руси в Салину говорили Что продается? Все продается Чехол, 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 чехол Бережки, 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 бонгай, бешки, бонгай, бешки Овощи, фрукты, соленье и варенье, свежая рыба и даже украшения ручной работы На этом рынке можно найти все А в первое время селян обещают не брать денег за аренду площадей Мариинский посад преображается с каждым годом Местные власти делают все, чтобы завлечь в свои края побольше туристов Теперь гостей, приплывших по Волге, будет встречать и памятник императрице Марии Александровны Именно в честь нее был назван этот город Деньги на установку скульптуры собирали и сами марпасадцы Фамилии меценатов тоже решили увековечить на плите Но памятник построен на благотворительных взносах самих жителей и уроженцев Это тоже очень здорово Ибо мы, когда говорим, что финансовых средств не хватает Здесь люди взялись, появилась идея, реализовали эти идеи И каждый турист, каждый житель теперь будет здесь приходить Я уверен, и молодожены сюда будут приезжать, когда будут расписываться И семьи с детьми будут приезжать, будут радоваться, любоваться Памятник уже называют новыми вратами в город Правда, лицом бронзовой императрицы все-таки обращено к жителям, а не к Волге Туристов в Мариинском посаде пытаются удивить не только архитектурой, но и идеальной чистотой на улицах Детский парк в городе тоже преобразился Теперь на его территории не стыдно проводить масштабные мероприятия Сегодня сюда пригласили поклонников спорта Марпасадцы дружно и весело, отметили День физкультурника Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика Активно в Марпасадском районе начали осваивать и залежные земли Глава Республики ознакомился с работами на поле, где раньше росли одни сорняки Когда за дело берутся порядочные инвесторы, дело спорится быстро Уборочные работы на этом поле в самом разгаре Аграрии уже сейчас рассчитывают на большой урожай С одного гектара планируют собрать более 25 центнеров Для района неплохие показатели Земли на этой территории не самые плодородные Глава Республики интересовался условиями, которые создали руководители для работы Аграрии пожаловались только на нехватку механизаторов Итоги своей поездки Михаил Игнатьев подвел на совещание Работу местных властей он оценил по достоинству Социально-экономические показатели в Маринском посаде улучшаются с каждым годом Автопробег дорогу молоку на несколько дней объединил производителей молока Представителей животноводческих и перерабатывающих хозяйств из разных регионов России Для нашей республики это стало важным событием Ведь такой опыт помогает не только оценить положение молочного производства Но и подойти к существующим проблемам с другой стороны Участники автопробега дорога молоку закончили свое трехдневное путешествие в Чувашии На итоговом совещании гости поделились впечатлениями О текущей ситуации в молочной отрасли республики и России в целом И понимаю, насколько тяжело в аграрном секторе, в аграрной республике С очень ограниченным бюджетом стараться что-то сделать, чтобы село как-то держалось на честном слове Не перекладывая ответственность ни на кого Сегодня я увидел сельхозпредприятие, которое соответствует всем современным требованиям Я сегодня увидел завод, но я вам скажу честно С нуля построенных перерабатывающих заводов в стране пару десятков По словам Андрея Даниленко, молочное производство в России находится не в лучшем положении Затраты на строительство у предприятий составляют от 20 до 50 процентов Это гораздо выше, чем у зарубежных конкурентов Растет количество фальсификата Все чаще в молочной продукции можно увидеть различные заменители и вредные компоненты Падает и поголовье скота Также он отметил, что себестоимость молока в России на порядок выше, чем в других развитых странах Такая ситуация на рынке не самым лучшим образом сказывается на производстве и реализации молочной продукции Вести до каждого потребителя то качество продукции, а для этого нужно хорошее сырье А для того, чтобы делать хорошее сырье, сегодня мы работаем именно товаропроизводителями Им, конечно, сегодня тоже нелегко Государственная поддержка агропромышленного комплекса за 2013 год составила около 1 миллиарда 300 миллионов рублей Это на 112 процентов превышает показатели прошлого года На развитие молочного производства и скотоводства в среднем выделяется 250 миллионов в год Но этого явно недостаточно И члены Союза молоко готовы сделать все возможное, чтобы найти промиссное решение При котором и производители, и перерабочики сырья были бы довольны В завершении совещания гости попрощались с чувашскими аграриями, но ненадолго 16 сентября в Москве они снова встретятся на большой конференции Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика Жизнь под напряжением – это ситуация, в которой оказалась одна из жительниц поселка Кугеси Участок ее земли захватывает воздушная линия электропередач А рядом находятся опоры высоковольтной линии Она принадлежит одной из сетевых компаний Жительница поселка настаивает на передвижке ЛЭП Но пока вынуждены обивают пороги самых разных инстанций Пишут запросы и обращаются в суд С подобной ситуацией нередко сталкиваются и жители других регионов Воздушные линии электропередач проходят над участком жительницы Кугесь Эльвира Саперовой Захватывает несколько метров огорода А рядом – опора высоковольтной линии Женщина опасается за жизнь и здоровье семьи и свое собственное А дело в том, что может быть обрыв в любой момент И если охранная зона не соблюдается То просто-напросто вот это может вызвать пожары Просто вот это дерево уже доходит до высоковольтной линии С Роспотребнадзора приходил представитель Он говорит, если заденет веточка Просто-напросто вы к этому дереву не должны будете подходить Особенно в сырую погоду Этот участок семья Эльвира Саперовой получила в 96-м году Кугесьская сельская администрация Выделила в этом районе земли под индивидуальное жилищное строительство Женщина утверждает, что тогда никаких ЛЭП на участке не было Был пустырь, мы сажать пришли картошку Приходим, стоит столб Я выйду бегом в администрацию поселка И бывшая глава говорит Вы знаете, пока вы построите дом Мы должны это все по идее убрать Мы его уберем Ну вот по сей день живем И никаких сдвигов нету И только нас отправляют туда идите, сюда идите Беготня по разным инстанциям, письма, суды Словом, жизнь Эльвира Саперовой проходит под напряжением и в напряжение Она хочет отодвинуть высоковольтную линию электропередач Подальше от своего уже приватизированного участка Это ЛЭП в виде не одной из сетевых компаний Куда и обратилась жительница поселка Не найдя понимания, она вышла с иском в суд От комментариев телекомпании сетевая компания отказалась Ссылаясь на решение суда К слову, Чебоксарский районный суд Требования Эльвиры Саперовой признал необоснованными Приняв во внимание, что ЛЭП построено в 1987 году А сдана в эксплуатацию в 1995 Комментарии по делу излишне Считает глава Кугейского сельского поселения Он также апеллирует к решению Фемиды Представление данного земельного участка Саперовой Эльвирой Русланом было произведено в 1996 году Как ранее я говорил, что линия электропередач построена в 1987 году И она как бы больше не реконструировалась Не достраивалась Вот на момент предоставления В 1996 году Эльвира Русланом видела, что рядом проходит Это высоковольтная линия Первично то, что линия была построена Если бы был бы обратно Другой вопрос, так ведь Она приобрела данный земельный участок Она согласилась на приобретение данного участка Согласилась ли хозяйка на участок со столбом Или просто его не заметила Действительно другой вопрос Первый и самый главный Как выдавала земли вокруг ЛЭП Кугейская сельская администрация И знала ли о том, что они попадают в охранную зону Участок Эльвиры Саперовой как раз частично в нее попадает Это признано специальной комиссией Там, где тянется воздушная линия электропередач Такая охранная зона учитывается при регистрации права собственности Как ограничение Но в выданном Эльвире Саперовой свидетельстве Ничего такого не значится Впрочем, узнать детали Дело давно минувших дней Сейчас уже проблематично С того момента уже времени много стекла На то, что я не работал Поэтому я могу только судить По тем данным, которые здесь изложены Между тем, жильцам предлагают Передвинуть ЛЭП за свой счет Первоначально понадобится 264 тысячи Но это не окончательная стоимость Она может быть и выше Эти расходы на три семьи Которых также касается данная история Поясняет жительница поселка Однако сумма, говорит, неподъемная С одной стороны, многодетная семья В ней 10 детей С другой, пенсионеры Ольга Григорьева, Андрей Шоклев И Александр Петров Республика Что, где, почем Так когда-то перефразировали название Известной телеигры Но для сотрудников органов статистики Это вовсе не шутка Специалисты Чувашстата Ежедневно отслеживают Изменения цен на различные товары и услуги Сегодня в очередной рейд Со статистиками Отправилась и наша съемочная группа Итак, уже более 20 лет Специалисты Чувашстата Собирают информацию о ценах И тарифах под предприятием торговли И сферам услуг Каждый день в разных уголках города Чебоксары Работают 8 экспертов Еженедельная регистрация цены Идет у нас Еженедельный мониторинг Кроме этого, у нас есть еще и ежемесячный мониторинг Еженедельно обследуем Около 70 товаров и услуг По ним регистрируем Около 600 цен Ежемесячно обследуем Более 500 товаров и услуг Более широкий крок И по ним обследуем Где-то 7,5 тысяч цен Фиксировать такое огромное количество цен Достаточно тяжело Почти 10 лет назад У специалистов появилось Вот это орудие труда Которое значительно облегчает труд Мини-компьютер Способен в секунды Перевести цену любой пачки В стоимость килограмма В нем хранятся данные Всех предыдущих проверок Терминал заменил Целую кипу бумаг Сегодня я наблюдаю 30 позиций разных товаров Включая овощи, крупы и так далее Для работы мы используем Такие терминалы Которые гораздо облегчают нам работу То есть мы уже видим в этом терминале Все номинования товаров И приходим уже смотрим цену Обращаем внимание на производителя На объем в данном случае молока И смотрим Все совпадает, совпадает 47 рублей Мы записываем сюда На основании информации Полученной в ходе такого мониторинга Формируется индекс потребительских цен Исходя из него Можно вычислить и прожиточный минимум Этими данными могут воспользоваться Как различные министерства и ведомства Суды, так и простые люди Наша информация вся размещена На нашем сайте Чувашстата Любой желающий может зайти на наш сайт И любую информацию оттуда взять Вся информация официальная И очень много обращаются к нам И говорят Ну на сайте есть Я видел цифру Но вы мне дайте на бумаге Нет, не нужно бояться Все, что на сайте размещено Это официальная стата информации Которой можно пользоваться Если цены, например, на хлеб или картофель За неделю резко увеличатся То проверку проводит уже другое ведомство Штрафы и иные виды наказаний Не в компетенции сотрудников Чувашстата Так что бояться их обходов Не нужно ни владельцам магазинов Ни горожанам То, что мы выходим на объекты наблюдения Все это только для регистрации цен То есть никаких функций проверок Никаких функций контроля У статистики нет Мы только регистрируем цены Специалисты отмечают, что такая мера Как еженедельный обход магазинов с мини-компьютером Способна сдерживать рост цен Поскольку предприниматели Которые не прочь были бы воспользоваться моментом И переписать ценники Побояться делать это без веских оснований Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика Всего неделя осталась до главного праздника В Чебоксарском культурном календаре Дня города Как будет отмечать столица свое 544-летие Нам рассказала начальник столичного управления культуры Людмила Маркова Интервью с ней в программе «По существу» Сразу после информационного выпуска Я с вами прощаюсь Хороших вам выходных До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин